Привет стратегическим жевжикам, выслушайте Алексея Халецкого, и вышло очередной патч дополнения к Civilization VI Gathering Storm. Давайте с ним разбираться. Во-первых, для тех, кто приобрел New Frontier, появился новая цивилизация и лидер, и игровой режим. Вавилон и Хамурапи. Естественно, я уже записал прохождение на божестве, посмотрим в нем, ну или бы хотите мое маленькое видео, анонс этой цивилизации. В общем-то, ничего не изменилось, вот способности Вавилона очень-очень имбовые имху. Режим Герои и Легенды интересный. При проведении определенных действий или выполнении условий вам начинают быть доступны герои, до 12 штук, они появляются постепенно. Вы можете провести проект в одном из городов, если вы построили монумент, вам будут доступны там проекты. И опять же, если вы нашли героя, то будет доступен проект на этого героя. Либо, если вы не нашли, то опять же, можно провести проект для поиска героя. И, получив, эти герои имеют разные способности, я не думаю, что стоит на этом останавливаться. Постепенно с течением игры они улучшаются, кроме того, они с течением нескольких ходов погибают, и потом их можно возродить за веру. Ну, в общем, довольно интересный режим, кстати. Почему нет? Вроде герои... Ну, я думаю, что найдут люди, что какие-то более крутые, какие-то более слабые. Пока выглядит, во всяком случае, интересно. Ну, вот как выглядят герои. Собственно, это, наверное, Мулань. Вот я нашел уже двух героев. Нанимать вы, кстати, можете хоть все 12, если успеете. Надо понимать, что каждый герой привязан только к одному городу. Вот я Мулань нанял в Санкт-Петербурге, провел проект в амбаре, хотел сказать, проект в амбаре для героя, проект в монументе. Теперь я могу только героический сканер, то есть найти новых героев. Других нету. Зато в Астрахани, вот у меня есть монумент, я могу посвящение химика, чтобы нанять вот следующего героя, которого я тоже встретил. Но каждый новый проект, каждый новый проект будет больше стоить. То есть, чем раньше вы наймете героя, то есть первый нанимающий героя, соответственно, быстрее его получит. Но дело в том, что он может вам не подходить. То есть такой, в принципе, тоже есть рандом, да? То есть вот здесь мне Мулань точно больше нравится, чем химика, хотя тоже, по идее, если какая-нибудь Венгрия, и вы играете через союзничество с городами и государствами, то химика будет интересна. Почему нет? И еще раз отмечу, что вот эти герои, они не бесконечны, у них есть срок жизни. Например, у Мулани еще 10 ходов осталось, и потом их можно будет опять нанять за веру. 400 веры будет стоить. У каждого героя разный срок жизни. Например, у Сунь Укуна срок жизни значительно увеличен. То есть это его такая способность. Видите, 40 ходов. У Мулань 24, у Ипполита 24, у Химика 32 хода. Так что, ну, то есть с умом. Но в начале игры это, конечно, очень крутые штуки герои. И кроме того, кстати, их сила, и вы не думайте, что вот они только в начале сильны, их сила с каждой эпохой увеличивается. То есть они, по идее, сильны в течение всей игры. Следующее дополнение обновления, я так понимаю, доступны всем, даже если у вас нету New Frontier. Во-первых, добавили кучу великих людей. Среди великих торговцев Джоу Дагуань дает трех послов в выбранном городе-государстве. Я так понимаю, его надо привезти в город-государство, и там его активирует. Тогда он даст этих послов. Ибан Фадлан увеличивает количество доступных торговых путей, и ваши торговые пути к городам-государствам теперь приносят еще и две единицы веры. Ну, это, похоже, есть подобные великие торговцы, которые деньги давали, а он будет еще и веру давать. И вот Стэнфорд Раффлс, вот это, конечно, чувак присоединяет город-государство к вашей империи. В этом городе сразу здесь единицы лояльности заход. То есть вы просто подходите в город-государство, хопа, и добавили его все. Слава богу, у него только один заряд, но, конечно, это очень круто. Добавили четырех новых великих писателей, трех великих художников и трех великих музыкантов. Я не буду на них подробнее ставить, просто они добавляют еще определенные их шедевры. То есть я не думаю, что это имеет смысл. Извините, двух великих музыкантов. Трех великих ученых. Ибн Хальдум дает выбранному кампусу две единицы жилья и одну единицу удовольства. Бонусы удовольствия, не связанные с пищей, увеличиваются в вашей империи на 40%. Ну, если вы не поняли, то есть когда в вашем городе, по-моему, сейчас от трех и больше довольства, то добавляется 5%, когда 3 довольства, потом 10%, когда 4 и так далее, к выхлопу вот ваших ресурсов в городах. То есть к еде не будет добавляться, когда вы Ибн Хальдуна добавите, а вот ко всем остальным плюс 40%. То есть от трех и больше довольства. Мне кажется, это очень круто может быть. Ибн Хальдун выглядит очень круто. Маргарет Мид дает тысячу науки и культуры при стандартной скорости. Ну, в сетевой, значит, будет 500 единиц культуры и науки. Это, на самом деле, не так много, потому что появляется она только в эпохе Атома. Извините, в эпохе Атома... Всякие... Эпоха Атома, вот, сколько стоит? 880... Ты даже теху не откроешь одну. Так что это не выглядит, на самом деле, очень... Ну, надеюсь, конечно, они ее отскалировали по скорости. Хотя, даже если тысячу это будет давать, в эпохе Атома это не круто, прямо уж скажем так сильно. В эпохе Атома все будут все равно гоняться за учеными, которые ускоряют постройку космического корабля. И, наконец, Джан Хэн вызывает озарение для исследования навигации по звездам, математике и инженерного дела. Если озарение уже действует, то открывает эту технологию. Это неплохо. Для античности, кстати, вот эти техи... Тем более, что вы не всегда можете для навигации, математики, инженерного дела... Ну, для инженерного дела ладно, потому что там надо стену построить. А вот для навигации по звездам и для... Где тут у нас еще... И для математики... То есть три спецрайона и два морских ресурса к этому моменту можно еще и не успеть сделать. Тем более, если уже вызвано озарение, вы откроете эту теху. Для инженерного дела это, кстати, важно. Потому что Акведук пораньше построится. Хороший ученый для античности. Три великих флодоводца добавились. То есть Гемерий дает один уровень и 25% боевого опыта военно-морскому юниту. Либо бонусы к силе и перемещению морским юнитам Средневековья и Возрождения. Ну, обычный. Обычный флотоводец, каких много, да? Мэтью Перри дает необходимое количество послов, чтобы стать сюзереном этого города-государства. Затем удаляет из города послов других игроков. Это, конечно, зашибись. Вот представьте, чуваки там вливают... То есть вот его выдержать, знаете, к концу игры. Чуваки там вливают кучу послов, туда сажают. Там они, знаете, какие-нибудь 16 послов у одного-другого питаются. А у вас там вообще нету послов. Вы находите этот город, приплываете там в Этью Перри, используете его там. И пакеда 16... минус 16 послов у всех. У вас становится 6 послов, соответственно. Я так понимаю, ну, для того, чтобы стать... А, нет, сначала... вам сначала даст 17 послов, а потом удалит всех других послов. То есть это вообще... это просто невозможно перекупить будет. И он в новом времени появляется, но его надо будет, наверное, подольше подержать. Это, конечно... вот это... вот это очень крутой чувачок. Ну и третий великий флотоводец Ганнон Мореход создает морской юнит ближнего боя с перемещением... Два очка перемещения. Ну, это прикольно, как раз в античности он появляется для начала, для разведки. Добавили трех великих инженеров. Имхотеп. Кстати, удивлен, что его только сейчас добавили. Все-таки чувак считается строителем пирамиды Джессера. Дает 175 единиц производства при постройке Чудо-света. А если Чудо-свет относится к древности или античности, то это число удваивается. Ну, в принципе, неплохо, но дело в том, что он появляется в Средневековье. Как вы понимаете, это довольно поздно. Ну, потому что промышленная зона только тогда появляется. И, возможно, древности и античности уже будут построены. Шах Джахан при строительстве Чудо-света дает количество производства, не превышающей половины вашей текущей казны. Казны. Затем уменьшает количество вашего золота на сумму в два раза большую, чем приобретенное производство. Честно говоря, очень странное описание. Даже на английском проверил. Там, в общем-то, то же самое. То есть, во-первых, шочет не превышающей половины вашего текущего казны. То есть, ну, очевидно, половину, да? То есть, предположим, у нас тысяча золота, да? То этот чувак даст 500 производства. Но затем у нас просто казна на тысячу уменьшится. То есть, вот зачем это описывать? Как-то тут странно описано. Ну, и получается, человек не очень прикольный. То есть, я трачу свое золото на то, чтобы построить... Ну, конечно, иногда это надо, но по-хорошему... Он со штрафами, великий человек. Так что не очень удачно. Причем, даже он при строительстве Чудо. Если бы хотя бы он на все работал, например, для проекта его можно было бы использовать. А так выглядит как-то, ну, странновато. Ну, и Кензо Танге дает эквивалентные бонусу за соседство очки туризма в каждом из районов этого города. Для золота, правда, только половину. Ну, то есть, где у вас больше всего районов, которые дают очки соседства, туда его и размещаете. То есть, у вас, например, есть 10 очков науки от района, будет 10 очков туризма еще даваться. И так далее, кроме золота. То есть, коммерческие районы и гавани будут половину давать. Ну, для победы туризмом инженер, да. Добавилось много городов-государств, ну и, конечно, заменили Вавилон. Теперь бывший Вавилон называется Аншан, дает все то же самое. Новый научный город Наланда. Если вы станете его сюзереном, то ваши строители могут строить Махавихару. Она будет давать две науки, а одно жилье, просто сама по себе. А также одну веру за каждое соседнее священное место и одну науку за каждый соседний кампус. После открытия научной теории еще одну науку за каждый соседний кампус. Кроме того, после строительства первой Махавихары игрок получает случайную технологию. А строить ее можно только на ровном ландшафте, не прилегающей к другой Махавихаре. Ну, тоже, конечно, интересное улучшение. В принципе, почему нет? Но, ну, средненький. Средненький научный город-государство. Вообще, по-моему, всех типов добавили города-государства. Давайте по очереди пойдем. Ну, вот военный у меня прям даже в этой игре есть волен. Если вы станете его сюзереном, то он будет давать очки великих полководцев при победе наземного юнита над юнитом основной или малой цивилизации. То есть будут очки великих полководцев так начисляться, как это было сделано в пятой циве. Потому что там они начислялись именно за счет побед. Кроме того, будет давать очки великих флотоводцев при победе морского юнита. А дается в зависимости от силы противника. 25% от силы противника на стандартной скорости. То есть, наверное, на сетевой... Не знаю, откалибровали ли они это дело. Наверное, на сетевой это 12,5%. То есть... Ну, слушайте, это все равно много. Например, если у нас есть тяжелая колесница 28 силы, да? То 25% это 7. То есть... А посмотрите, или наоборот, на сетевой больше должно даваться. Походов-то меньше. Давайте, ладно, давайте будем считать, что 25%, то это 7 очков. 7 очков это как бы довольно много. Ну, я понимаю, что он не сразу будет вот с Юзереном, но в принципе, вот, например, для полководца 30 очков требуется в античности. Да, это очень, очень... Я бы даже сказал, очень неплохой город-государство для войны. Промышленный новый город-государство Йоханнесбург. Когда вы станете с Юзереном Йоханнесбурга, города будут получать плюс одно производство за каждый улучшенный тип ресурса. А после следения индустриализации, города еще и два производства будут за каждый улучшенный тип ресурса. Ну, имеется в виду, я так понимаю, обработанный. То есть, вот, медь у меня обработана, железо, шелк. То есть, любые ресурсы, видимо. Ну, там нет уточнения стратегические, нестратегические. Так что, видимо, вот за все картинки, как еще говорят, за все картинки будут давать дополнительное производство. Культурный новый город-государство Аютхая. Если вы с Юзереном Аютхая, то после постройки зданий вам будет даваться 10% культуры от стоимости строительства. Тоже, кстати, прикольный, тем более в конце игры, ну вот давайте, предположим, посмотрим какие-нибудь фабрики, да. Фабрика. Где она тут? Ну, почему не пишет, сколько стоит фабрика? 330, ну это базовая, значит. На сетевой будет 165. То есть, 17 культуры вам дадут после постройки фабрики. Приятно, приятно. Это не супер-пупер, прям, имба, но приятная дополнительная такая культура. И, наконец, последний город-государство, который, а нет, вру, предпоследний, религиозный город-государство Шенгетти. Если вы с Юзерен Шенгетти, то международные и внутренние торговые пути получают плюс одну веру за каждого последователя, основанный вами, или доминирующей религией в этом городе. То есть, опять же, вера от торговых путей, ведь там Ферраксис посидели, подумали над балансом и поняли, что торговые пути дают, в общем-то, все, кроме веры. На самом деле, так и есть. И, посмотрели, вы сделали и великого человека на торговые пути, и веру, сделали город-государство на это дело, так что это вот для религиозников неплохая штука. А торговый город-государство Самарканд при Сюзеренитете позволит вашим строителям строить торговые купола. Я думал, строители смогут бить себе на спине купола. Ну ладно, эти купола будут давать два золота сами по себе, потом плюс одно золото за каждый соседний редкий ресурс, а ваши исходящие международные торговые пути будут давать плюс одно золото за каждый торговый купол на начальном этапе. Правда, нельзя строить рядом с другим торговым куполом. То есть, в принципе, вы таким образом можете в кое-каких городах очень серьезно прокачать торговые пути на золото. Ну это, конечно, надо соображать и расставлять эти купола с умом. Да, блин, тут как бы вся стратегия с умом надо делать, что я говорю. Во всем остальном, как всегда, полировка, улучшение, исправление багов. Что отмечу? Вроде как вот в тайных сообществах Лейлинии пофиксили, чтобы они появлялись более логично и не так рандомно. Но, опять же, это проверять надо и смотреть. Боевые роботы теперь будут получать бонус от способности Византии. Таксис, очевидно, раньше они этого не получали. Поправили пиратский сценарий, но самого важного не сделали. Из-за чего, собственно, в него сейчас и не хочется, и неинтересно играть. Это когда ты с корабля высаживаешь пирата, он может проатаковать город, сесть обратно на корабль и снова высадиться. И бесконечно, собственно, это делать. Получается, весь сценарий заключался в том, чтобы просто высаживаться и захватывать города. Да, вот это они не пофиксили, и, я не знаю, такое ощущение, как будто они это считают нормальным, но это, получается, только единственная возможная выигрышная стратегия, хотя там много чем можно заниматься. Дальше. Скауты теперь на авторазведке стараются не попадать в штормы, там, ну, то, что им наносит урон. Ну, это хоть какой-то фикс нахождения пути, потому что, конечно, юниты в шестой циве по поводу автонахождения пути у них большие проблемы. Хоть вот бедных скаутов пофиксили. Ну, в общем-то, вот все важное, что это обновление, дополнение и патч принесли. Если я что-то важное выпустил, то, конечно, поправляйте меня. На этом все, играйте в умные игры, и всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok